Мы продолжаем уроки по недельному разделу Торы в АИЦ. После того, как Яаков увидел во сне видение лестницы, которое дало ему понять многие очень важные вещи со всеми символами, со всей символикой, которая содержалась в этом видении, встав утром, Яаков дает обед. Читаю текст. «И дал Яаков обед, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь в мире, в дом своего отца, и будет Господь Богом, и этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Из всего, что дашь мне, я отдам тебе десятую часть». Обед, недер на языке Торы – это обязательство, которое принимает человек, состоит из двух частей, есть условие и есть сам обед, само обязательство. То есть, если случится так-то и так-то, то я обязуюсь сделать то-то и то-то. В Аллахе, в законе Торы, недер – это не просто пожелание, а это обязательство, которое необходимо выполнять. Но вот недер, который здесь даёт Яков, вызывает, по меньшей мере, недоумение. Как его выражает очень точно, очень крупный комментатор Торы, Дональд Цхака Барбанель, он просто, я зачитаю его слова. «Как Яков мог обязаться служить Всевышнему при условии, что он получит за это награду? То есть, если Бог будет со мною и сохранит меня, даст мне то-то и то-то, вот только тогда будет Господь не Богом? Значит, если он не сделает для меня все его этого, так не будет Господь не Богом, я не буду ему служить». Разве так поступал Авраам? Дед Яков. Другими словами, может ли быть так, можно себе представить, что Яков – человек настолько цельный, что его называют наши мудрецы Пхиравод, то есть, избранный из всех трёх прадцев, что он ставит своё служение Богу в зависимости от того, как Бог себя с ним ведёт. То есть, если… Такая сделка – ты мне, я тебе. Если ты со мной хорошо, тогда и я хорошо. Так в действительности себя вели язычники. Для язычника это совершенно естественное и нормальное поведение. Если его Боги с ним ведут себя хорошо, тогда и он готов им давать, что они там хотят, жертвы и ещё что-нибудь подобного. Как говорит Талмуд, язычники, они живут за счёт своих богов. То есть, для них их божества – это только средство удовлетворения их потребностей. Ну, как же можно отнести подобный подход к Якову? Как мы это понимаем? Первый ответ, который мы приведём, – это ответ Рамбана. Но прежде, чем мы его приведём, ещё раз напоминаю, что обет, медер, он состоит из двух частей. А именно условие и самообязательство. Так вот, в тексте, который мы прочитали, где заканчивается условие и где начинается обязательство? Читаю текст ещё раз медленно. «И дал Яков обет, сказав, если Бог будет со мной, это очевидное условие, если Бог будет со мной, и сохранит меня на этом пути, к которому я иду, тоже условие, и даст мне хлеб, чтобы есть, условие, и одежду, чтобы одеться, тоже, и я возвращусь в мире, в дом моего отца, тоже условие, и будет Господь Бог мне Богом, а этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и из всего, что ты мне дашь, я отдам тебе десятину на Асэш». Вот эти слова. «И будет Господь мне Богом». Ашем будет мне Богом. Что это означает? Это уже само обязательство. Мы видим, что Абарбанель именно так и понял из его вопроса. Как же может быть, что Яков ставит своё служение Богу, то есть вот эти слова, «И будет Ашем мне Богом», он ставит в зависимости от того, что ему будут удовлетворены его потребности, что у него будет хлеб, у него будет одежда, и его будут охранять, и он вернётся с миром в дом своего отца, и так далее, и тому подобное. А Абарбан отвечает, «Вы просто не поняли, вы запятую не там поставили, запятая не здесь стоит». Прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения. Это тот, кто будет так, это Раши. Прежде всего, ответ Ромбана, ответ Ромбана построен не на этом. Ответ Ромбаном прост. Действительно, запятая стоит на том самом месте. Так как поняла Абарбанель, так и Ромбан тоже понимает, что вот эти слова, «И будет Господь не Богом», они уже начало самого обета. Это уже сам обет, но только в чём его смысл? Это не значит, что Яков ставит своё служение Богу в зависимости от удовлетворения потребностей. Вовсе нет. Имеется в виду другое. Если всё это произойдёт, и у меня будет эта возможность, то тогда я буду служить Богу особыми видами служения. Не то, что моя вера в Бога и служение Ему будут зависеть от этого. Нет. Но вот два обстоятельства, два обещания, которые идут в конце, вот их я обязуюсь, если все те условия сбудутся. А именно, что вот этот вот камень, который я поставил памятником, он будет Домом Божьим, т.е. я буду здесь совершать на нём служение. И второе, что от всех моих доходов я буду отделять десятину и отдавать её Богу. Вот эти вот два, два особых обязательств, выходящих за рамки простого понимания служения Богу, вот они и зависят от условий, которые было сказано выше. Так пишет Ромбард. Опять непонятно. Хорошо. Пусть даже так. Пусть в общем и целом его служение Богу не зависит от того, удовлетворяет его потребность или нет, есть у него хлеб или нет. Хорошо. Но, по крайней мере, вот эти самые особые обязательства, которые он на себя берёт, они таки, да, зависят. Опять мы видим здесь делка. Ты мне, я тебе. Ты, если ты мне устроишь, то всё у меня будет в порядке. Я с Богом вернусь в дом своего отца, и у меня будет еда и одежда. Тогда, вот тогда я тебе построю здесь храм. Я тебе так. Опять сделка? Нет, на самом деле не сделка. Речь, на самом деле, идёт о другом. И всё проще. То, что говорит Ромбан, что если всё это сбудется, это не значит, что я в ответ на удовлетворение моих просьб обязую сделать такие вещи. Да нет, просто если мои те самые... То, что он упомянул здесь, не будет сделано, то он просто физически не сможет сделать то, что он обязывается. А именно, если у него не будет хлеба, помрёт с голоду, если он не вернётся в эту страну, если Бог его не будет хранить на его пути, не вернёт его в эту страну, то он не сможет здесь, на этом месте, на этом камне, который он поставил память, не сможет на нём совершать служение Богу. Просто физически. Второе. Если не будет куска хлеба, если у него не будет дохода, если у него не будет имущества, он тоже не сможет отдавать свою десятину. Так что это не сделка, А это просто молитва и просьба человека о том, чтобы Бог дал ему возможности и Бог дал ему условия для того, чтобы ему же Богу служить. В том же самом ключе объясняет Рамбам, уже не Рамбан, а Рамбам объясняет высказывание наших мудрецов, которые говорят «Схар митсва бэгай аль-малейка», то есть награды за заповеди в этом мире нет. Не будем сейчас входить в вопрос, а почему так, почему Всевышний так устроен, но так уже устроено, что награда за заповеди, она не в этом мире, этот мир существует для того, чтобы в нём служить, а не для того, чтобы в нём получать награду. Награда – это всё для мира грядущего, только в грядущем мире. Так говорят наши мудрецы в Талмуде. Харамбам спрашивает, как же так? Но ведь каждый из нас, читая утром и вечером Крият Шма, Шма Исраэль, читает там слова, которые, в которых однозначно совершенно сказано, если вы только будете слушать меня и будете выполнять мои заповеди. И дальше идут целый ряд обещаний. И я вам дам дождь вовремя, и я дам траву для вашей скотины, и будете вы есть и насытиться. Но вот, пожалуйста, Тора обещает в награду за послушание, за то, что мы будем исполнять заповеди, слушаться голоса Всевышнего. Она обещает нам благосостояние материальное. А как же так говорят мудрецы, что ничего подобного, что награды в этом мире нет. Ответ Рамбам очень прост. То, что сказано здесь в Торе, это не награда. То, что сказано в Торе, это условия несения службы. Они могут быть разными. Можно служить Богу в условиях голода. Можно служить Богу в условиях благосостояния, в условиях средств, когда есть кусок хлеба, когда есть во что одеться, когда есть дождь, когда нет засухи, когда есть мир, когда мира нет, когда есть враги, когда есть война. Тоже можно служить Богу. Трудно, тяжело, но можно. Стало быть, то, что Тора здесь обещает нам за исполнение заповеди Всевышнего – это то, что нам улучшат условия несения службы. Но это не сама награда. Простой пример того, чтобы понять разницу в двух вещах. Представим себе человека, который, скажем, нанялся на сверхсрочную воинскую службу, подписал контракт на 5 или на 10 лет, и вот он служит младшим или старшим офицером, заканчивается время контракта, приходит этот человек и говорит, что пришло время расплатиться, заплатите мне зарплату, я служил на вас 5 или сколько ему лет, заплатите. А теперь представим себе, что в ответ на эту просьбу в бухгалтерии ему дают большой лист бумаги, на котором написано, что на его содержание в казармах ушло столько-то денег, на его обмундирование ушло столько-то денег, на его кормёжку ушло столько-то денег, на учения, в которых он участвовал столько-то денег, куча денег было плачено инструкторам, и оружие, которое ему выдали, и боеприпасы, которые он расстрелял на разных стрельбищах и так далее, так далее. В результате получается, что он должен армии ещё 320 долларов 75 центов после 5 лет службы. Понятно, что это совершенно ненормальная история. Такого не может быть по одной простой причине. Всё, что было потрачено на содержание этого солдата, это не награда, это не зарплата за его службу, это условия несения его службы. Всё то, что нужно было его содержать, кормить, поить, одевать, давать ему оружие, давать ему обмундирование, давать ему боеприпасы, давать ему инструкторов, устраивать ему учения. Всё это условия службы, это не зарплата. Зарплата – это совершенно другое. То, чтобы на него потратили на содержание солдата миллион долларов – таковы условия. Но речь идёт, он же хочет сейчас зарплату. Точно так же и здесь. То, что говорят мудрецы из Хармитсваба и Аль-Малейка с наградой за заповеди в этом мире – нет. Она исключительно в мире грядущем. Но поощрение в виде улучшения условий несения службы, конечно, может быть. Очень даже может быть. То, это и обещает. То, что мы видим здесь, то, что говорит по Рамбану Яков – это просто. Если ты меня приведёшь в мире, вернёшь меня в дом моего отца, придёшь в эту землю, то я смогу служить здесь, сделать то особое служение. А именно, сделать здесь Божий дом, на этом камне, который я поставил памятник. Совершить служение. Если ты дашь мне кусок хлеба, если ты дашь мне хоть немного имущества, то я смогу отделять десяти. То есть, здесь и другое понимание не только развлечения между наградой, он не просит здесь наградой, а он просит только условия. И здесь есть это чёткое понимание развлечения между наградой за служение и между условиями, в которых человек служит. Но и более того, здесь есть совершенно другой взгляд на все блага жизни. Благо жизни – это не конфетки, которые человек получает. Благо жизни, они и есть средства для того, чтобы человек служил Богу. И этих средств он и просит. Это первое объяснение, которое даёт Рамбан. Второе. Второе уже совсем-совсем непростое. То, что называется альдерых асод. Альдерых асод – это значит объяснение на уровне тайного знания. То есть, имеется в виду объяснение на уровне кабалы. И хотя сам Рамбан предупреждает нас, чтобы мы не пытались сами понять то, что он пишет, те кабалистические объяснения, которые он даёт. Потому что если нас тому не научил учитель, наставник, который сам является, который сам получил кабала от слова «получение», который сам получил эти тайные знания от своего учителя, а мы просто пытаемся своими мозгами понять, что сказано, то Рамбан нам обещает, даёт нам полное обещание, что мы ничегошеньки-ничегошеньки не понимаем. Конечно, мы умеем читать, складывать буквы в слова, слова в предложения, но это всё равно без понятия. Вместе с тем, вот этот кусочек, который Рамбан здесь пишет, поскольку он многими-многими учителями и авторами был разъяснён, и сам Рамбан его несколько раз повторяет в самых разных местах и возвращается к этому, то мы позволим себе привести его что поймём, поймём, а что не поймём, спишем на то, что действительно эта вещь тайная и мало что людям, как мы, дано понять. Что же объясняет здесь Рамбан? Ещё раз зачитываю текст этого обета. «Если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и вот здесь начинаются главные условия, и я возвращусь в мире, в дом моего Отца, то есть я возвращусь из Месопотамии в страну Израиля, в святую землю, и будет Господь мне Богом. Это в действительности, это не обязательство уже Якова, а это естественный результат того, что Бог возводит его в страну Израиля». Почему? Как объясняет это Рамбан в своём комментарии в книге «Вэйкра», что земля Израиля – это особое место, о которой мудрецы сказали, что каждый, кто живёт в стране Израиля, у него есть Бог, а каждый, кто живёт за пределами страны Израиля, у него как бы нет Бога. Что значит это «как бы нет Бога» и как вообще это можно понять? Что здесь заложено? Мы знаем, говорит Рамбан, что и царь Давид таким образом отреагировал, когда ему пришлось покинуть страну Израиля, то он в псалмах пишет о том и сожалеет о том, что «сегодня меня изгнали из страны Израиля, из наследия Бога, тем самым как бы говоря «иди и служи чужим богам». Довольно странно. Если ему приходится спасаться бегством за пределами страны Израиля, то каким образом здесь заложено вообще предложение или требование или какое-то указание «иди и служи чужим богам»? Как всё это понять? Что это вообще означает? Означает это вот что. Всевышний управляет этим миром. С одной стороны, он исключительно, его управление оно исключительное, абсолютное. Никто больше не является ни его компаньоном, ни его сотрудником в области уплотновения мира. Ни в коем случае. «Эйн од миль вадо». Нет больше, кроме него. Только он управляется. Вместе с тем, это управление не всегда непосредственно. То есть, оно в некоторых случаях опосредованное, а именно он управляет через определённые звенья управления. Только ни в коем случае нельзя думать, что какое бы то ни было из этих звеньев, оно имеет собственные силы, оно имеет собственные какие-то соображения, оно имеет собственную какую-то позицию. Нет. Все они являются исключительно только орудийными и средствами управления. Но вместе с тем, это управление именно вот такое опосредованное. Более того, мы даже знаем, как называются эти звенья управления. Кто кого-то из них называет ангелами, кого-то из них называют кухот, силой и так далее. Ангел означает посланник. Малах от слова мелаха, то есть работа. Тот, кто работает, тот, кто делает работу Всевышнему. Что касается управления всем миром и всеми народами, живущими в мире, то, говоря о них, наши мудрецы упоминают такое понятие, как ангелы-покровители. Саршель, Црай, как ангелы-покровители Египта или ангелы-покровители Вавилона и так далее. Что означает это ангелы-покровители? То есть это то самое звено в управлении мира, которое воспринимает животворное воздействие от Всевышнего. И через него уже оно передаётся тому народу, национальный характер которого этот ангел-покровитель осуществляет и отождествляет. Через него, через этого ангела приходит животворное воздействие к тому народу, который живёт в определённом месте. У каждого народа есть своё место под солнцем, и каждый из таких народов получает жизнь и возможность существования, и какие-то блага через своего ангела. Таков порядок по отношению к семидесяти народам, на которые разделилось человечество после потопа, семьдесят народов, происходящих от трёх сыновей. Ноаха, Шем, Хан и Ефи. И так сказано в книге Дворим, когда Всевышний разделял землю, устанавливал пределы народа, вот тогда это и произошло, тогда он и создал семьдесят народов по числу сынов Израиля. Что это означает? В эту группу семидесяти народов, в число семидесяти народов народ Израиля не входил, поскольку, во-первых, когда мир разделился на семьдесят народов, народа Израиля ещё не было. И когда он появился, он не присоединился к одному из существующих народов и вообще не вошёл в эту дружную семью народов, он остался со стороны. Он отдельно. Почему? Ибо это наследие народ, избранный Всевышний, избрал его своим народом, это его наследие в мире, это его Всевышнего доля в этом мире. Соответственно, этому народу была дана земля, которая тоже никоим образом не принадлежит никому из народов, она не подлежит разделу, её Всевышний оставил для себя. То есть земля Израиля не так, как написал один из израильских лидеров, что это место под солнцем. У всех народов, у англичан есть место под солнцем, и у нас тоже должно быть место под солнцем. Только у них под солнцем мало, у них всё больше дождь идёт, а у нас будет солнца много, вот место под солнцем. Земля Израиля – это не место под солнцем. Земля Израиля – это место, принадлежащее Всевышнему. Это его резиденция в этом мире. Соответственно, эта земля управляется ним непосредственно. Нет ангелов-покровителей ни над землей Израиля, ни над народом Израиля. Как сказано, нет звезды, нет ангела-покровителя у Израиля, такого не существует. Всевышний воздействие, то есть, животворное воздействие от Всевышнего, благодаря которому мы живем и существуем, мы получаем от Всевышнего непосредственно. И опёка, и надзор за нами, он непосредственно от Всевышнего, не через какие бы то ни было промежуточные звенья. Кстати, Рамбан уже писал, что в то самое видение, которое получил Яков, в нём Рамбан чётко различает две части. Первая – ангелы божьи поднимаются по лестнице и спускаются. Это картина управления Ашгаха-надзора над всем миром. Это посредством ангелов, которые поднимаются, то есть, есть воздействие, идущее от людей, наделённых свободой выбора, к высшим мирам. А потом уже от Всевышнего. Сами ангелы ничего не решают. А уже потом от Всевышнего вниз снова к людям. А совершенно другая картина. Вейная ошельница Авалавы. Вот Бог стоит над ним. Над кем? Над Яковом. То есть, по отношению к нему, к Якову, Израилю, будущему працу еврейского народа. По отношению к нему индивидуальный надзор. Лично от Всевышнего без всяких промежуточных звеньев. Вот этот индивидуальный надзор, а надзор – это не просто надзор и опёка, а это прежде всего и то самое животворное воздействие, которое сходит к человеку и даёт ему существовать. Вот оно осуществляется именно в стране Израиля. Поэтому, говорят наши мудрецы, каждый, кто живёт в стране Израиля, у него есть Бог. То есть, его связь с Богом непосредственная при помощи индивидуальной опёки, индивидуального надзора. Каждый, кто живёт за пределами, вот там уже, там у него как бы нет Бога. Что это значит? Это значит, что то всё то животворное влияние и благо, которое приходит к нему от Всевышнего, оно приходит через последствия, через целый ряд звеньев управления, через ангелов и т.д. и т.п. Поэтому то, что говорит здесь Яков, оно всё просто. Если ты дашь мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и возвратишь меня в мире, в дом моего отца, т.е. сюда, в Эр-Сесраиль, в страну Израиля, то тогда будет Господним, тогда Шеем будет мне Богом. Т.е. тогда у меня и осуществится вот эта прямая непосредственная связь со Всевышним. И тогда уже в этих условиях камень этот, который я поставил памятник, будет Дому Божьим, и всего, что отдашь ты мне, дам тебе десятую часть. Это два ответа, которые даёт Рамбан, как мы объяснили. Первый ответ, что в любом случае здесь речь не идёт про сделку «ты мне, я тебе». Речь здесь идёт либо о просьбе о том, что Яков просит, первый ответ Рамбана, Яков просит, чтобы Всевышний дал ему средства на служение Всевышнего, и тогда он обязывается, если это средства будут, то он иногда обязывается взвалить на свои плечи дополнительные виды служения, построить Дом Божий здесь, служить на этом камне и отделять десятину. Второй ответ, ответ уже на уровне сот, тайного знания, касающийся страны Израиля. То есть то, что Асшем будет им Богом, имеется в виду, что он будет здесь, в стране Израиля, в непосредственной близости и в непосредственном контакте с Творцом мира. Теперь вот мы подойдём к Раше. Ответ Раше. Ещё раз напоминаю, перед тем, как давать ответ, на какой вопрос мы даём ответ. Вопрос был очень простой. Как может быть так, что Яков ставит своё служение Богу в зависимости от удовлетворения его потребностей? Если Дашь не так и так, то тогда Асшем будет не Богом. Вроде как слышно отсюда обратное, а если нет, тогда Асшем не будет не Богом. Значит, тогда мы как-то… Как это может быть? На что Раше отвечает? То, что я по ошибке сначала приписал Рамбана, а это на самом деле ответ Раше. Ответ Раше, он вот такой. Мы плохо умеем читать текстуры, просто запятуем и в том месте поставим. А именно. То, что сказано. Если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь в мире в дом своего отца, и будет Господь не Богом, это всё ещё условие, а вот обязательство начинается. Только дальше. И камень этот, который я поставил памятникам, будет Домом Божьим, из всего, что ты дошли, я дам десятую часть. Но пока что ещё не очень понятно. Хорошо. Раше сказал, где нужно поставить запятую, таким образом он вроде как разрядил, и получилось, что и будет Асшем не Богом. Это не моё обязательство, это ещё условие. Но мы этого условия начинаем понимать. Как понимать это условие, что Асшем будет не Богом? В чём это выражается? Я понимаю, что условие может быть, что если он мне даст хлеб, и что он мне даст одежду, если он меня вернёт, будет охранять, вернёт меня в мире, в дом твоего отца, всё понятно. А что значит условие такое, что если Асшем будет не Богом? Смотрим дальше. И будь Асшем не Богом, чтобы его имя пребывало на мне от начала до конца, чтобы не нашлось порока в моём потомстве. Как-то мы понимаем, что имя Бога будет на мне от начала до конца. Имеется в виду вот что. При всех тех обещаниях, которые Всевышний дал, Он их дал Якову во сне и обещал ему, что я буду с тобой, и буду его охранять, буду охранять тебя. При всём при том, он ещё повторяет, что если действительно ты будешь охранять, если, 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 то это означает. Яков хорошо понимает, что полного и безусловного обещания со стороны Всевышнего здесь быть не может. Потому что это не то, что он не верит Всевышнему, не дай Бог. Имеется в виду, что он не верит в себе, а именно он не верит в себя. Достоин ли он будет в своём поведении, будет ли он достоин в своём поведении всех тех обещаний, которые Всевышний ему даёт? Достоин ли он будет получать и хлеб, и одежду, и опёку, и охрану? Достоин ли он будет, и это уже идёт в конце, достойный он будет той самой близости, которая возникла между Творцом мира и потомками Авраама? Достоин ли он будет той непосредственной, той прямой опёки, о которой мы только что говорили? Ведь если он запятнает себя каким-то грехом, то тогда все эти обещания, они уже будут нерелевантны. Это то, что… Иными словами, Яков здесь говорит, если я буду достоин того, что ты будешь со мной и что ты будешь опекать меня непосредственно, аж гаха пратит, индивидуальным надзором, тогда, когда я возвращусь сюда, в эту страну, тогда я принесу и эти жертвы, и буду отдавать десятую часть всех своих доходов. И более того, Раши подчёркивает, что вот это вот условие, оно касается не только его самого, но и до самого конца, а именно, и чтобы его детей, чтобы… Потому что, не дай бог, если ему не удастся воспитать своих детей так, чтобы они стали настоящими евреями, тогда уж, по крайней мере, в следующем поколении не будет, не возникнет той самой необходимой близости. Поэтому он и говорит, что если это условие будет соблюдено, т.е. что словами Раши, чтобы имя его пребывало на мне, имеется в виду не только на мне, но и на моих потомках от начала и до конца, что никто из нас, ни я, ни мои потомки, не запятнают себя грехами, вот тогда, если мы окажемся этого достойными, тогда я принимаю на себя это обязательство сделать здесь дом Божий в том месте, где я видел этот сон, и отделять десятину от всего его имущества. Кстати, имеет смысл, обратите внимание еще на ряд деталей, которые Раши здесь говорит, если Бог будет со мною, я возвращусь в мире в дом отца моего. Что значит «возвращусь в мире»? Можно возвратиться в ссоре. Как это понять? Возвратиться в мире, шафти бешалом, имеется в виду человек, который в том виде, совсем в том виде, т.е. та цельность, которая есть, чтобы она уже не нарушилась. Это само слово «шалом», оно не только мир, это и происходит от слова «шлеймут», совершенство цельности. Как мы это понимаем, говорит Раши, «с миром невредимым, т.е. незапятнанным грехом, чтобы мне, ничему дурному не научиться в доме Лавана, куда я отправляюсь». Это хорошо сходится со всем тем, что мы сказали до сих пор. «Условие Якова – это не условие Всевышний, условие Якова – условие самим собой. Если мне удастся только не испортиться». Почему он вдруг боится испортиться? Да потому что есть достаточно много людей, которые вполне морально чисты до того, как они встают на путь обеспечения себя и добывания хлеба насущного. В принципе, Яков до сих пор жил такой жизнью. Он был Ишивы Бохры, что называется, человек, который много-много лет был сидящим в шатрах. Объясняют наши мудрецы, имеется в виду сидящий в шатрах Шема и Эвера, изучающий Тор, изучающий знания о Боге, науке. Все хорошо, замечательно. Такой человек живет исключительно духовной жизнью. И материально он себе не заботится. Наверное, и не нужно было заботиться. Мама с папой заботились. Все было хорошо. Но теперь он должен покинуть этот мир, выйти на другой мир, в мир, в котором живут довольно малосимпатичные люди. Среди них и обманщики, и мошенники, и воры, и бандиты, и развратники. И среди этих людей он должен жить и находиться, и действовать. И он должен теперь построить свою семью. А построив свою семью, необходимо ее и кормить. Он должен заняться и обеспечением. Ну, и здесь известная народная мудрость, которая говорит сволками жить, поволчьи выть. Если уже человек идет в мир, который полон мошенников, нечестных людей, так если ты сам не умеешь крутиться, если ты сам не умеешь достаточно сильных зубов и крепких когтей, так съедят тебя в этом мире. И очень многие люди, иногда бывает человек, который действительно сидя в вешиве, он живет исключительно духовной жизнью. Но как только он ступает на путь, на тот самый путь, строит свою семью и обеспечивает себе куском хлеба, ты смотришь на него и просто удивляешься, откуда у него такие повадки, почему такая жесткость, почему такое отсутствие, откуда такое отсутствие честности? Разве это раньше было? Некоторые скажут, ну конечно, человек испортился, сидел и учил тормон, испортился, а так пошел работать и испортился. А Равдеслис говорит, что подобное. Просто те самые цари, им влечения, которые есть у человека, они у него есть, только они никаким образом не проявляются в нем, пока он сидит вешиве, пока он живет этой самой духовной жизни, так, скажем, его жажда денег ни в чем никак не проявляется, потому что живя этой жизнью, он больше тысячи долларов ни разу, может быть, в руках не держал. Но как только дайте ему немножко денег, как только пустите его в мир бизнеса, в мир торговли, в мир работы и так далее, вот здесь вдруг он обнаруживает в себе те самые страсти неуемные и уже подезнает, как все это закончится. Все это очень хорошо понимает Яков. Он покидает мир, в котором живет до сих пор. Он покидает образ жизни, сидящего в шатрах. Он идет зарабатывать себе на жизни, строить свою семью среди бесчестных и непорядочных людей, и поэтому первейшая его молитва, еще до того, как он просит кусок хлеба, до того, как он просит, чтобы Бог помог ему зарабатывать на кусок хлеба, он просит у него самое первое, чтобы ты сохранил меня на этом пути, чтобы я возвратился в дом, в мире, что это значит, чтобы я не испортился там, чтобы я сохранил и свою мораль, и сохранил свою чистоту, чтобы я не научился у Лавана, его образу жизни, чтобы я не стал бесчестным человеком и не рассматривал бы остальных людей как средство для удовлетворения своих только потребностей. Вот такой обет. Посмотрим теперь следующий отрывок. «И поднялся Яков на ноги и пошел в страну сынов Востока». Направление его мы уже знаем, он идет в Междуречье, в Харан, где и должен искать себе невесту. «И увидел вот колодец в поле, и вот там три стада мелкого скота расположены около него, потому что из того колодца поят стада, и большой камень над устьем колодца. И когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодца и поили овец, а затем снова клали камень на свое место на устье колодца». Тора не описывает нам подробно, куда он идет. Тора никогда не дает описаний ни ландшафта, ни характеров людей, но все-таки из некоторых бытовых деталей мы можем составить себе некоторое представление, куда Яков отправился. Что это для него? Он впервые покидает пределы страны Израиля, впервые оказывается за границей, вот его встреча за границей. Что здесь за люди живут? Страны-то разные бывают, люди разные бывают, общества разные бывают. Есть колодец, причем колодец, он здесь не частный, колодец общественный. Он закрыт камнем, ну еще можно понять, камнем закрывает колодец, шагуда всякие грязь не падает и так далее. А здесь непросто. Здесь камень такая здоровенная каменюка, что только собравшись все вместе ее могут отвалить. Зачем это делают? Ну а если мне сейчас нужно напоить своих овец, а люди не могут собраться? Для чего это сделать? Ответ он простой. Здесь видны местные нравы. Колодец-то общественный. Но понятно, что каждый из людей начинает подозревать своих соседей или ближних. А может быть они используют колодец больше, чем он использует. А может быть они берут себе больше, чем я. Поэтому для того, что поскольку никто никому не верит, никто ни на кого не полагается, все считают друг друга за обманщиков, за мошенников, за вор, может быть, слишком грубое слово, но по крайней мере считают друг друга нечистоплотными людьми. Поэтому в условиях такого полного недоверия так и сделали. Камень здоровенный такой, что никто его сам отвалить не может. Только все, все собравшись вместе с общими усилиями и сообща, могут его отвалить. Здесь так можно надеяться, что каждый получит воды порогу. Вот в какое место приходит Яков для того, чтобы строить там свою семью. И сказал им Яков, братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харана. Они из Харана, а Харан как раз то самое место, в которое Яков должен прийти. И он сказал им, знаете ли вы Лавана, сына Нахора? И они сказали, знаем. Арамбан, обращаясь здесь внимание, довольно странно, что значит Лаван, сын Нахора? Лаван не был сыном Нахора. Лаван, мы уже его знаем, он сын Бетуэля. Нахора – это его дедушка. Почему тогда он называет Лавана не по отчеству, а по имени своего деда? Чая Трамба, ну, может быть, Нахор был человеком уважаемым, мы его знали, поэтому как-то более уважительно назвать человека по имени его предка, его деда, который был. Или, может быть, по-другому. Бетуэль был человеком наоборот. Он был всем известным, как человек низкий, и к нему даже в его месте, где все-то, в общем-то, мы видим, не ахти, какие люди, но уж к Бетуэля там уж точно относились просто отрицательно. Поэтому даже Лаван никогда не величал себя по отчеству и называл себя сыном Бетуэля, а называл себя сыном Нахора. Просто стеснялся своего собственного батюшки. Так обращается здесь и Яков. Знаете ли вы Лавана, сына Нахора? Они сказали – знаем. И сказал им – здравствует ли он? И сказали – здравствует. Ну, всё хорошо. И вот Рахель, дочь его, приходит с овцами. Ну, сейчас она подойдёт, сейчас ты увидишь его дочку, она придёт с овцами поить овец, сейчас увидишь. И сказал он – ведь день ещё велик. То есть, Яков продолжает разговаривать с пастухами. Ведь день ещё велик. Не время собираться скоту. Напоите овец и идите пасите. Яков не знает местных обычаев, он не знает, что все должны дожидаться друг к другу и только общими усилиями могут отодвинуть камень. Поэтому он и говорит людям – ещё не время, что вы идите пастись. В Литраше здесь есть два обращения. Если вы наёмный рабочий, то наёмный рабочий – тот, кто наёмный пастух, то его нанимают для того, чтобы он паст скот. Всё то время, пока можно паститься, пока ещё светло, до самого захода солнца. Поэтому вы ещё, если вы уже прекратили пастись, то вы тем самым не совсем честно относитесь к своей работе. А если это ваш скот, всё равно, жалко ещё, можно ещё пастись, можно ещё нагулять немножко веса. Зачем это делать? Мы видим, что Яков относится к тем людям, которые не проходят мимо того, что они чувствуют, что они могут это улучшить. Он не боится, что люди будут его считать занудой, который учит людей уму-разуму. По крайней мере, та форма, в которой он это делает, позволяет ему так обратиться к людям. На что они отвечают? Но они сказали – не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодца. Вот тогда мы будем поить овец. Ещё он говорит с ними, а Рахель пришла с овцами, которые у отца её, потому что она была пастушкой. Довольно странно. А почему она пастушка? Вообще-то это не совсем женское дело. Может быть, дети, мальчики? Да. Но не девочки. А Рамбан говорит следующую вещь. Что касается вопроса, почему здесь девочки, а не мальчики, а у Лавана тогда просто не было сыновей. Они родились у него в дальнейшем. Но сейчас у него нет сыновей. И всё же, в дальнейшем мы узнаём, что у Лавана две дочери. Старшая дочь – Ле и младшая – Рахель. Почему же тогда пасёт скот младшая? Два ответа даёт Рамбан. Первый ответ. Может быть, Ле не могла пасти скот, потому что, как сказано в дальнейшем, что у неё были слабые глаза, что означает просто солнце, если у неё были какие-то проблемы с глазами, какая-то болезнь, то солнце ей, скорее всего, вредило. Поэтому она не могла находиться, она старалась находиться дома, она не могла находиться на солнце, поэтому послала вместо неё Рахель. Это первый ответ. Второй ответ – Рамбана не исключено, что причина здесь другая. А именно, поскольку Ле была более взрослая, то отпускать её одну со стадами – это небезопасно. Вокруг ходят всякие мужики, и поскольку она может привлечь уже её внимание, то желательно этому делу посидеть дома. А Рахель, она ещё девочка, она ещё не привлекает, и поэтому Лаван чувствовал себя здесь в безопасности, что можно её послать пасти овец. Это последний комментарий следует запомнить, он нам ещё пригодится. Читаем дальше. Откуда у него такая сила? Ведь этот камень, который не могли отвалить пастухи, пока не соберутся все вместе. И здесь он только один откатывает этот камень. Рашель отвечает на наш вопрос просто. Подошёл Яков и снял камень, как будто снял крышку со склянки. То есть, легко, как человек отделяет крышку от склянки. Это показывает тебе, сколь велика его сила. Что это значит? Имеется в виду, что такой он был силащ, такой культурист, который один способен был откатить камень, который не могли откатить все вместе? Но вряд ли. Ведь мы в Суккот, когда мы произносим молитву о дожде, то мы просим, чтобы Всевышний дал нам дождь, в заслугу Якова, который объединил всё своё желание и откатил этот камень. Что же это значит? Что мы просим, чтобы Бог дал нам дождь в заслуге того, что наш пратец Яков был человеком необычайной физической силы? Это основание для того, чтобы получить дождь? Конечно, нет. Арбхайм Шмулевич в своё время задал вопрос. Попробуем понять те самые слова поэтического отрывка, этой поэтической молитвы. Что значит? «Ихад лев в ягель эвен». «Ихад лев» буквально объединил сердце, как-то комбинет сердца у человека, что сердце не объединённое. Что это означает? Сила, о которой здесь говорит Раши, пояснил Абхайм Шмулевич, это сила не физическая, это сила духовная. Что она означает? Это сила желания. Это прямо противоположная человеческой лени. Человек ленивый. Каждый из нас не нужно объяснять, что такое лень, мы с ней хорошо знакомы. Нет. Чувствую, что у меня не хватает сил, у меня нет особого желания. Когда человек говорит желанием, и он объединяет всё желание в одно, в одно единое, тогда он способен сделать совершенно невероятные вещи. Мы просто не... На самом деле силы колоссальные, есть они и у нас. И в тот момент, когда человек проявляет колоссальное желание, он способен сдвигать горы с места. Потом... Известно, как люди действуют в момент, когда есть опасность. Они готовы убегать с невероятной скоростью, спросить их потом, могут ли они так бегать. Конечно, нет. У него одышка случается, если он на третий этаж уже поднимается, у него уже одышка. А как же он мог так убегать от опасности? Конечно. В состоянии опасности человек мобилизует всю силу своего характера, всю силу своей души, всю свою волю. Всю её собирает в кулак. И тогда, если всю энергию, всю волю собрать в кулак, то кулаком можно пробить стенку. Безусловно. И можно бегать с невероятной силой, с невероятной скоростью, и проявлять невероятные силы. Потом мы не сможем объяснить, откуда у нас взялись эти силы. Откуда они взялись? Они у нас были. Только мы обычно в обычном состоянии мы их не мобилизуем. То есть, не то, что произошло здесь какое-то чудо, и Бог с небес здесь сдвинул этот камень в помощь Якову. Нет. Яков просто мобилизовал все-все абсолютно силы, которые только есть у человека, и сдвинул их. На это и способна воля человека. Теперь читаю следующий стих. «И поцеловал Яков Рахель, и возвысил голос, и заплакал». Здесь уж совсем непонятно. Как это можно так? Впервые, встретившись с девушкой, вдруг и поцеловал Яков Рахель. Впервые. Вообще это совсем не еврейский образ поведения. Ну, что он сказал? Это такая любовь с первого взгляда. Ну, хорошо, может быть, и любовь с первого взгляда, но как понять это поведение? И уже очевидно, что Яков это совсем не романтический герой, которого Тора рисует. Это же не литература 19 века. И еще второй вопрос. И возвысил он свой голос и заплакал. О чем плачет? Если уже это такой романтический герой, такой, чем же он плачет? Романтический герой не плакать должен. Это девицы должны от него плакать. Рашель объясняет, почему он плакал. Заплакал, потому что пришел с пустыми руками. Вспомнил, как Элиезер, слуга, сказал Элиезер, слуга моего деда, у него были кольца и запястья, золотые украшения. А у меня же нет ничего. Почему у него не было ничего? Почему он пришел с пустыми руками? А потому что сын Исаава, Элифаз, преследовал Якова по велению своего отца. Когда Яков убежал из дома, Исаав понял, что его брат скрылся, и он послал своего сына Элифаза с тем, чтобы тот убил Якова. Однако Элифаз не хотел этого делать. Элифаз был человеком приличным. И не желая тронуть своего дяди, он спросил, что мне делать. У меня же требование отца. Но он не обязывает. Я обязан почитать своего отца. Как же мне быть? Отец приказал мне убить тебя. Что же делать? Но делать я этого не хочу. Что же делать? Ответил ему Яков, есть возможность разрешить это противоречие. Нам известно, есть принципы, которым человек нищий считается все равно как мертвый. То есть, человек, у которого нет своих средств существований, он целиком и полностью зависит от доброй воли других людей. Такой человек все равно, что мертвый. Поэтому можешь забрать у меня все мое имущество, я останусь нищим, с пустыми руками. Тогда ты можешь папе сказать, не моргая глазом и не краснея, что ты выполнил его приказание, что я уже мертв, а я действительно считаюсь мертвым, и буду считаться мертвым, если у меня ничего не будет. Таким образом, он приходит сюда с пустыми руками, и это причина его плача. Так пишет Раш. Ну, а что же с поцелуем? Как же понять этот поцелуй? На самом деле, для того, чтобы понять этот поцелуй, нам не нужны никакие комментарии. Нужно только внимательно прочитать текстуры. Я читаю его еще раз. «И было, когда Яков увидел Рахель, дочь Лавана, брата матери своей, и отец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков и отвалил камень от устья колодца, и напоил отец Лавана, брата матери своей». В одном предложении, в одной фразе Тора навязчиво повторяет вот эти три слова. «Брата матери своей», «брата матери своей». И овцы брата матери своей, и Рахель брата матери своей. Таким образом, понятно, что Торо хочет сказать. Человек, который убежал из своего собственного дома, он вынужден скрываться. Он уже долго, мы знаем, 14 лет он уже скрывается, 14 лет он сидел в Вишиве, он не был дома. Ничего родного, это не как сегодня, когда можно и позвонить дома и спросить, как дела, нет, полный разрыв с родным домом. И вот, наконец, он прибывает в Харан, и здесь живут его родственники. Здесь живет Лаван, брат его матери. Поэтому все, что имеет отношение к Лавану, брату и матери, все это вызывает в нем восторг. И даже овцы, которые, это же не просто овцы, это овцы Лавана, брата его матери. И девочка, которая подошла, она же маленькая девочка еще, такая, которую можно было послать с пастухами и не бояться плутков, что они будут к ней приставать. Поэтому никакой романтики здесь еще нет. Все, что он здесь видит, все, что в нем здесь взыграло, это именно чувства родственные. Это же Лаван, брат мамы, и это его овцы, и это его дочка. Отсюда происходит этот поцелуй. Поцелуй исключительно родственника, а не романтического героя. Тогда почему заплакал? Если так, то почему это плачь, то почему плачь? Один из комментариев говорит так, что в тот момент, когда он поцеловал ее, он вдруг обратил внимание то, как на это прореагировали все остальные люди, которые они вокруг, пастухи вокруг стоят и еще что-то, естественно, начали шептаться. Почему? Потому что эти люди воспринимают, как они воспринимают? Так, как воспринимает любой человек, читая этот текст. Ну, если, может быть, сегодня подобного рода поведение, оно уже совершенно в норме, и сегодня куда больше считается уже нормой, но тогда на Востоке подобного рода поведения уж точно было ненормативным. И, естественно, люди начали шушукаться, показывать пальцем, шушукаться, поэтому он и заплакал. Заплакал потому, что никто абсолютно, точно так же, как люди, присутствующие при этой сцене, никто не понял его поведение. И можно добавить еще, и понятно, что в дальнейшем люди, когда будут читать в Торе этот отрывок тоже, большинство из них совершенно не поймет его поведение, не буду думать про него неизвестно что. «Поэтому Яков и заплакал». «И рассказал Яков Рахеле, что он брат ее отцу, и что он сын Ривки». Снова непонятно, что значит брат его отцу, но никак он не брат, он племянник его отца. Почему же он называет себя братом? Рашель дает нам два объяснения. Во-первых, мы уже видели не раз в Торе, что племянников называют братьями. Подобно тому, как Авраам обращается, когда он обращается к Лоту, к своему племяннику, говорит ему Кенашим, архимонаху, мы же с тобой братья. Они братья, дядя с племянником. Но вот этот переход через одно поколение несущественен, поэтому в Торе, как это было принято в древнем мире, Торе здесь фиксируют, что люди обращались к племянникам, как к братьям. Это пшат, но вместе с тем есть еще и драж, который требует буквального понимания. Сказано «братья», а не сказано «как бы братья, родственники, племянники». Нет, братья. В чем здесь братья? И здесь Раша приводит метраж, а метраж говорит так, что когда они разговорились и заговорили, и Яков рассказал ей ту цель, ради которой он прибыл, а именно для того, чтобы создать именно того, чтобы жениться, Торахель сказал, смотри, иметь дело с моим папой – это не так-то просто. Папа немножко хитрый, мягко говоря, хитрый человек, мошенник, как это говорят, поэтому нужно с ним держать ухо востро. На что Яков сказал, ну, насчет этого я не боюсь, а именно, если он будет вести со мной себя честно и прямодушно, тогда и я с ним буду вести себя честно и прямодушно, но если он будет мошенничать, тогда он быстренько выяснит, что я брат ему в области мошенничества, чего-чего, а обдурить – это я тоже умею. Что, безусловно, есть вопрос, как это так, а разве можно? Разве же можно действительно так ставить свою жизнь с волками, жить поболчь и быть, и что, если ты живешь среди мошенников, можно их мошенничать? На что Яков ответил, так это приводит гоморавтор в трактате Мегела, что если мы живем с мошенниками, которые пытаются нас обмануть, то для того, чтобы защитить себя от их обмана, для того, чтобы защитить себя от мошенничества, можно и с ними лукавить. Непростое правило, нетривиальное утверждение, но уже о том, как оно конкретно реализуется в жизни и в этой главе Торы, об этом мы поговорим уже в следующий раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...